Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему счастливой жизни и, конечно же, говорим о том, как очистить сознание. Я заметил такую вещь, что когда человек честен, то он понимает, что с ним происходит, и у него происходит как раз освобождение. Потому что как только начинаешь где-то недоговаривать, лгать, то есть или самое главное не видеть что-то очевидное в себе самом, то происходит вот это то, что повторением называется. То есть повторяются те же самые уроки, потому что начинаешь те вещи, которые у тебя внутри, как-то подавлять, обесценивать, не замечать, уходить от них. А внешнее, то есть другие люди, вселенная, она напоминает об этом, напоминает о том, что это есть. Можно, конечно, сказать, во мне это или где-то в другом пространстве, месте, потому что само понятие «я» оно несколько не определено. Мы часто называем собой свое тело, свой ум, свое имя, какую-то другую принадлежность, персонаж или бытийность. Но на самом деле «я» это просто иллюзия. То есть мы видим это в игре, мы ассоциируемся с этим. Но когда мы говорим о чем-то большем, о сознании, то это гораздо больше, чем «я». Можно это тоже, конечно, назвать собой, но это нечто настолько объемное, настолько сильное, настолько всезнающее, что оно не принадлежит физической вселенной. Оно скорее ее моделирует, создает. И таким образом оно может создать все, что угодно. Поэтому и действуют все вот эти практики, которые мы видели в книгах, в фильме «Секрет», когда мы создаем позитивное намерение, работают так называемые позитивные суждения, аффирмации. То есть все это помогает человеку убедиться в том, что он на самом деле может влиять на вселенную. Проверить это можно, но когда люди ставят опыты, то даже мы заметили, что на опыт влияет тот, кто проводит его, кто наблюдает за ним. И это все показывает о том, что есть сознание. То есть сознание – это как совместное знание. Это миллиарды вот этих «я», которые присутствуют здесь, и они объединяются в единое целое. Когда выходишь на уровень, уровень всезнания, уровень осознанности, то ты понимаешь, что вот эта частичка «я», «персонаж» – это капля в океане, то есть капля, которая, сливаясь, становится единым целым и является этим сознанием. Но для того, чтобы понять это, достичь этого, очень важно очистить свой ум, разум, сознание, убрать оттуда вот эти вот негативные переживания, эмоции, злость, боль, все, что мешает соединиться с абсолютом, с этим вот, прийти в состояние сознания. И когда мы это все убираем, то мы действительно понимаем, что это гораздо большее, это такое, то, чего, ну, скажем так, нету нигде больше. То есть это то состояние, в котором хочется присутствовать. Это вот, по сути, настоящее состояние любви, настоящее состояние осознанности. Почему я говорю настоящее? Потому что в этом состоянии чувствуешь себя собой и гораздо больше, чем собой. Чувствуешь, что ты – это действительно сознание, которое может влиять на обстоятельства, то есть может создавать их и рассоздавать. И как раз в процессинге счастья, который я применяю к людям, чтобы очистить сознание, человек, углубляясь в прошлое, рассоздаёт негативные заряды, он их размоделирует. Ему не надо там больше уже даже создавать что-то позитивное. Оно появляется само. Потому что в основе человек хороший. В основе каждый из нас является осознанным духовным существом. Просто мы забыли об этом. Мы заигрались в игру лжи. Поэтому я и заговорил об этом с самого начала. Чем больше мы лжем самому себе, другому и пространству, тем больше мы в эту игру зарываемся, углубляемся, и тем меньше мы способны рассоздавать негативный заряд. Поэтому я призываю к честности, к рассмотрению как есть. И приглашаю вас в Академию Счастья. Приходите на бесплатную консультацию. Все мои контакты будут под этим видео. И, конечно, я буду рад, если вы поставите оценку этому видео. Если оно вам понравилось, ставьте «Нравится». Подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, колокольчик для напоминаний. Вам счастья, гармонии и до скорой встречи!